Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Десять лет назад познакомились с парнем, три месяца встречались и разбежались по неопытности и глупости. Встретил другую, но всегда хотел ко мне, а жизнь сложилась так, что он женился на ней. Два года как раз вёлся и встретил другую девочку. Жил ей, помогал гостить ипотеку, но она не знакомила его с семьёй. Я жила с мужчиной, но всяческое предложение руки и сердца не принимала, понимаешь? Эти отношения просто удобны для обоих. Этим летом мы встретились с бывшим и общих друзей. Поняли, что если у обоих чувства, через месяц после нашей встречи он уничтожил всех отношений, мы стали общаться. Он отдал ключи от своей квартиры, я переехала. И мы стали строить общий быт и жить вместе. Через месяц он мне сделал предложение, и вот с этого момента всё пошло по кривой. Оказалось, что ему сложно забыть её, что в целом там всё было прекрасно и зачем он уничтожил, сам не понимал. Пытался к ней вернуться, но там не простили. В итоге я не знаю, как дальше вести себя с человеком, без доверия к нему утеряна. И более того, меня посвящает чувство вины за возникшее желание быть счастливыми. Хочу добавить, что все эти годы мы друг от друга не забывали, помнили, но и здесь мобильные номера, но никто не решался позвонить. Посоветуйте, как можно помочь ему вылезти из болота своих мыслей, из чувства вины. Мы оба знаем, что любим друг друга и что хотим быть вместе, но редко отмена обстановки его буквально в смысле выбило. Буду благополучно назвать любой совет. Спасибо. Вы знаете, вот то, что вы описываете, лично у меня вызывает в первую очередь ощущение обиды. То есть вот есть такое ощущение, что присутствует обида. Присутствует обида и у него на вас, и у вас к нему. Причем эта обида, просто чтобы вы как-то вот понимали лучше, да, эта обида не связана с тем, что происходит сейчас. Эта обида связана скорее с тем, что было тогда, то есть вот, ну, то время, которое вы, условно говоря, не общались. Вот об этом скорее я хотел бы в данном случае поговорить. И на мой взгляд, на мой взгляд, вам в первую очередь, наверное, имеет смысл на это обратить свое внимание. Вам в первую очередь на это стоит посмотреть, есть ли у вас к нему обиды, есть ли у него обиды, потому что то поведение, которое вы описываете, ну, об этом как-то все-таки, наверное, больше свидетельствует. И свидетельствует о том, что присутствует вот этот вот элемент, да, элемент обиды какой-то у него на вас и у вас к нему. Это первое. Лучше всего это делать через психолога, да, то есть лучше всего, если вы вместе обратитесь к психологу и как-то вот через него, да, с помощью психолога, значит, как-то вот будете потихонечку разбираться с тем, что вы друг другу чувствуете, вот, какие у вас друг другу ожидания, какие у вас друг другу надежды, потому что, скорее всего, здесь есть элемент идеализации. То есть очень часто бывает так, что когда люди вот довольно долгое время не вместе, да, но при этом, условно говоря, какие-то чувства сохраняют, что идеализируют друг друга, идеализируют, как бы, образ партнера, не воспринимают партнера таким, как он есть. То есть и когда, соответственно, начинают жить вместе, то появляется эта история, что партнер не такой хороший, как кажется, и, соответственно, возникают и обиды, и, соответственно, появляются разочарования, да, появляются какие-то еще вещи, вот, то есть это момент, к сожалению, к сожалению, этот момент довольно-таки распространенный, и это определенный кризис, и, соответственно, его нужно разрешить, да, его нужно, ну, помочь вам, по крайней мере, через него пройти, если вы, на самом деле, там, допустим, как-то заинтересованы в том, чтобы быть вместе, да, потому что, ну, отношения, естественно, нужно корректировать, это первое. Второе, что касается, по поводу доверия, я имею в виду, по поводу доверия вашего к нему и по поводу того доверия, которое, как вы говорите, утеряно. Дело в том, что, на мой, опять же, взгляд, доверие нельзя потерять, если оно было, вот. Если вы как-то чувствуете, что доверие утеряно, да, после того, как он, например, решил, там, что с другой девушкой, там, допустим, ему было хорошо и так далее, вот. Вот эта история про то, что вы не доверяли себе и с этим нужно работать, равно как и то, что вы не знаете, как себя вести, это означает потерю контакта, контакта с самой собой, то есть вы потеряли контакт сами с собой, по большому счёту. Вот, и это важно восстанавливать, потому что реагировать вам, именно вот реагировать на то, что происходит, нужно так, как вы реагируете, вне зависимости от того, хорошо это, плохо, правильно это, неправильно и так далее. Вот. Чувство вины, которое вы испытываете за, допустим, ну, допустим, 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 за желание быть счастливыми, как вы говорите, это история про злость, это история про нарушение личных границ, это история про подавление, вот, вами каких-то своих, значит, переживаний, вот, эта история про то, что вы себя в какой-то момент, видимо, слышать перестали, и, соответственно, это поражает чувство вины. Не менее важным моментом в, значит, вот, в той картине, в той картине, которую вы описываете, является то, что вы жили, ну, с нелюбимым, с нелюбимым человеком, да, с нелюбимым мужчиной вы жили, получается, и это, у этого тоже есть свои причины, да, то есть, по сути, вы не влюбились, по сути, дети, для этого ждали человека. Вот. Это очень похоже на привязку, это очень похоже на эмоциональную зависимость от человека, от человека, и в целом, как мне, в целом, как мне кажется, вот, это история, которую тоже, ну, ну, как бы, требуется корректировать, вот, потому что, есть ощущение такое, есть такое ощущение, что ваше, ваше счастье целиком и полностью зависит от человека, вот, и, само собой, это не есть хорошо, ну, потому что за, допустим, ваше счастье, да, за ваше счастье, на мой взгляд, ответственно только вы и больше никто и только вам решать, вот, что делать, значит, для того, чтобы, ну, быть счастливой и вам решать только, как организовать свою жизнь, да, вот, чтобы вам было хорошо, вот, а есть ощущение, что этого не происходит, да, то есть ощущение, что вы ждёте от, вот, ну, от молодого человека ждёте чего-то, от себя ждёте чего-то, и, в общем-то, в итоге есть, наверное, проблемы с проявлением, есть проблемы с проявлением себя, есть проблемы с проявлением своих чувств, есть проблемы с, видимо, с самооценкой у вас, вот, а это всё, соответственно, требуется, опять же, корректировать, потому что это влияет на вас, вот, есть ощущение, что вы ведёте себя по отношению к молодому человеку, как такая, знаете, мамочка, вот, потому что, ну, пытаетесь ему, пытаетесь ему помочь, вот, хотя, в первую очередь, человек, ну, наверное, должен хотеть помочь себе сам, то есть он должен, наверное, считать проблемой то, что с ним происходит, вот, если он это, допустим, проблемой не считает, не считает, да, если он не считает проблемой то, что с ним происходит, то, соответственно, сделать тут особо ничего нельзя, потому что, ну, против воли человека, как, как, как ему можно помочь? Вот, другой вопрос, другой вопрос заключается в том, а хотите ли вы ему помочь? То есть, помогаете ли вы ему, или помогаете ли вы в целом себе? Вот это вопрос, на который довольно важно найти ответ, потому что, если вы помогаете себе, а не ему, да, вот, то, по крайней мере, ну, нужна какая-то, какая-никакая честность, честность, наверное, вот, нужна какая-никакая прямота в этом, в этом смысле, вот, чтобы, по крайней мере, по крайней мере, чтобы себя не обманывать, чтобы быть честным и с собой, вот, и с ним, и с ним тоже, вот, а сейчас у меня есть такое подозрение небольшое, что, ну, что вы обманываете, себя с ним, вот, и само собой, само собой, в этом ничего хорошего для вас нет и быть не может, вот, поэтому тут нужно, конечно, разбираться детально, вот, как, как я думаю, что молодой человек отзаркаливает вас, то есть, на мой взгляд, вы изначально были, возможно, не до конца уверены в том, что поступаете правильно, возможно, вы, как-то, ну, как-то, сомневались в себе, сомневались в том, правильно ли вы поступаете, и вот, молодой человек вам отзаркаливает эту историю, и, судя по всему, вы были к ней готовы, вот, потому что, ну, отреагировали вот так, как отреагировали, то есть, я не говорю, что это плохо, я не говорю, что это плохо-плохо, но я пытаюсь занести до вас, что в эту ситуацию вы внесли точка-корта вклад, и тут вы пытаетесь помочь только ему, конечно, вызывает определенную настороженность, потому что помощь нужна не только ему, но и вам, вот, это, так же, ну, это, на мой взгляд, по крайней мере, довольно очевидно, вот, вот вы пишите, вот вы пишите, разбежались по неопытности и глупости, вот тоже хотелось бы этот момент прояснить, что вы имеете в виду, говоря о том, что разбежались по неопытности, да, то есть, что это такое, по глупости и по неопытности, вот, потому что, честно говоря, как-то есть некоторые сомнения относительно этого, вот, люди разбегаются не по глупости и по неопытности, а люди разбегаются по немножко другим причинам, вот, то есть, тут, опять же, нужно смотреть, да, тут, опять же, нужно разбираться, тут, опять же, нужно выяснять, что вы называете глупостью и неопытностью, и что изменилось сейчас, вот, значит, вы пишите, вы пишите о том, вы пишите о том, что, значит, всегда встретил другую, но всегда хотел ко мне, ну, это как-то много детское поведение, вот, дальше жизнь сложилась так, то он женился на ней, вот, опять же, что здесь интересно, а здесь интересно, пожалуй, то, что вы его как будто бы оправдываете, вот, что здесь интересно, то есть, вы говорите, жизнь сложилась так и так далее, ну, давайте посмотрим правде в глаза, то, что не жизнь так сложилась, а он так выбрал, это был его выбор, его выбор, вот, ну, условно говоря, поступать так, как он поступает, ну, в том числе, да, там, ну, жениться на человеке, который может быть, ну, как-то не совсем нравится и так далее, то есть, это всё его выбор, это всё его решение, и то, что вы как будто бы не признаёте этого, то, что вы как будто бы отрицаете какие-то вот, ну, какие-то его решения, да, это вызывает вопросы, это вызывает вопросы к тому, а принимаете ли вы его, вот, принимаете ли вы его, ну, такую вот, может быть, немножко, ну, непостоянную, да, скажем так, натуру, вот, потому что если нет, если вы не принимаете его натуру, то вам, в принципе, будет с ним очень сложно, не потому что вы, там, какая-то плохая, не потому что у вас что-то не так или он плохой, потому что вы разные люди, вот, такая вот история, поэтому здесь очень важно вот эти моменты, конечно, поисследовать, да, здесь очень важно эти моменты изучить, потому как, ну, вот, без этих знаний, без этого понимания ситуация будет не полной. Вот, вы пишете, значит, что он учёл из отношений, мы стали общаться, он отдал ключи, я переехал. Вот чувствуется, как вы, знаете, чувствуется, как вы здесь пропускаете, что называется, свою, свою субъективную сторону, то есть, пропускаете моменты принятия вами уже каких-то решений, моменты вашего выбора, моменты ваших действий, поступков и так далее, вот. что это чувствуется, и это, на мой взгляд, опять же, нужно корректировать. Дальше, значит, он сделал предложение, и зачем он ушёл, не понимает, пытался к ней вернуться. Тоже здесь как будто бы полностью из уравнения убирается оснащение ваших отношений. То есть предложение руки и сердца — серьёзный, ну, серьёзный поступок. Предложение руки и сердца — это серьёзный поступок. И получается, что молодой человек это делает, а потом как бы получается, что, ну, пугается этого, получается, что молодой человек сделал вам предложение, а потом, получается, даёт один ход. Вот. Так что здесь тоже вот довольно интересный момент. Дальше, пытался к ней вернуться, но там не просили. А как вы так к этому относитесь? Вот. Дальше, вы пишите, что доверие к нему утеряло. А как вы это понимаете, что доверие к нему утеряло? Всё это для вас значит. Вот. А как можно ему помочь? Ему, пожалуй, никак. Только если он сам не захочет что-то менять, да, ему никак в этом смысле не помочь. Потому что это может сделать только сам человек, то что вы хотите ему помочь, да, это вот некое такое, получается, спасительство. Вот. Чего бы я крайне не рекомендовал бы делать, потому что, ну, это, в принципе, уничтожает равноправие какое-то в отношениях, и это, в принципе, не позволяет людям находиться на равных. Вот. Поэтому, если вы, опять же, хотите сохранить отношения, да, вот, то я бы не рекомендовал бы вам и его спасать. Вот. Я бы больше смотрел бы в сторону того, чтобы вам как-то больше, ну, выражать, что ли, свое отношение. Вот. И поступать в соответствии со своим отношением. Вот. То есть, если вам, там, к примеру, что-то не нравится, вот, то об этом прямо говорить. Вот. В противном случае мы просто рискуем получить, эм... тотальную какую-то, вот, неудовлетворенность, да, мы... рискуем получить, эм... историю про то, что у вас будут, ну, у вас будет, эм... копиться негатив. Вот. И, в общем и в целом, ничего хорошего. Из этого не... не получится. Вот. По крайней мере, на мой, эм... ну, на мой взгляд, по крайней мере, да, ничего хорошего, ничего хорошего. Из этого не выйдет. Вот. Поэтому разберитесь в себе, эм... эм... можно, значит, работать с теми вещами, которые я сказал, да, плюс, эм... подкорректировать, эм... ваши... эм... ваши... эм... ваши коммуникации... коммуникативные навыки. То есть, чтобы вы научились общаться, эм... более... эм... более... эм... конструктивно, скажем так. Вот. Это может позволить вам эм... эм... ну... наладить контакт, да, и помочь эм... человеку... эм... допустим... эм... эм... как-то открыться вам лучше. Вот. Эм... вот. Такая, на мой взгляд, история. Эм... такая, на мой взгляд, эм... эм... ситуация. Эм... другой вопрос, эм... другой вопрос, эм... эм... интересно ли все это вам, да, и эм... эм... ошибяете ли вы, например, что... эм... в этом проблема. Эм... вот. Потому что... эм... вполне возможно так... эм... эм... что... вам это особо-то и не интересно. Эм... вот. И... в этом случае, конечно, эм... эм... вам... эм... ну, опять же, желательно отталкиваться от своих ценностей. Да. То есть, эм... мне показалось, что молодой человек, эм... делает эм... эм... вещи, которые, ну, для вас не очень-то приемлемы. И... мне очень, мне очень интересно, как вы с этим обращаетесь. То есть, мне очень интересно, как вы обращаетесь с тем, что эм... эм... для вас, вот, что-то неприемлемо. эм... то есть, эм... ну, позволяете вы себе выражать, например, эм... эм... то, что вам это не нравится. Или не позволяете вы себе... эм... выражать, да. То есть, если вы себя подавляете, то, постараюсь, ничего хорошего. Эм... эм... из этого, в принципе, не... не получится, не может... не может ничего хорошего. Из этого получится. Эм... вот... Такой ответ. Я думаю, можно вам... эм... предложить... эм... с точки зрения... эм... психологии, с точки зрения... эм... психотерапии. Эм... эм... вот, не старайтесь, эм... таким образом, эм... помочь человеку, да. Лучше, вот... эм... потратить свою энергию и ресурсы на помощь себе, чтобы... лучше понимать себя, и чтобы не говорить о том, эм... что вот... эм... доверие утеряно, и... эм... ну, и всё, и я не знаю... эм... я не знаю, когда... как дальше быть, и я не знаю, вот... эм... что дальше делать. Вот, чтобы такого не было, чтобы такого не было, эм... эм... вот, необходимо разобраться в себе. Вот, надеюсь, что я смог донести до вас мысль. Эм... вот. Желаю вам всего самого... самого доброго. Вам удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Эм... буду благодарен за обратную связь. Эм... по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Всего самого хорошего вам. Вау. 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 Продолжение следует...